Камера-мотор, ну, за выпуск. Ну, давай, как говорится. Давно не выходили на связь, был длительный перерыв, я бы сказал, наверное, уже где-то полтора-два года, можно сказать, вот так вот. Вот, и мы решили, а почему бы не выйти и заново не начать вести наши подкрытия. Продолжить то, чем мы занимались, очень интересное дело творческое. Мы поговорим о жизни, да, о новостях, которые произошли в нашей жизни. Раскидала нас судьбинушка, раскидала. Кстати, тебя поздравляю, ты у нас первый участник. Спасибо. Так получилось, но вы первый. Приятно. Как Юрий Гагарин. Да, и мы сегодня как раз еще дополнительно протестируем наши подкасты, чтобы выявить какие-то проблемные стороны, ну, и чтобы в конечном итоге радовать наших зрителей. Очень длинное вступление. Да, можно будет подрезать там чуть-чуть. Как там это? Джонни, ты можешь сделать мне монтаж? Бульвара Капуцинов. Человек с Бульвара Капуцинов. А помнишь, она говорит, Джонни, я хочу ребенка, бэби. Как бэби? Ну, вот я хочу, чтобы завтра был бэби. Но это невозможно. Ну, как невозможно? В кино же возможно. Но там же монтаж. Джонни, сделай мне монтаж. Димас, расскажи, чем занимаешься сейчас? Стал мастером по ремонту бытовых холодильников. Учился уже два года. Прошел курсы. Есть диплом, сертификат. И занимаюсь ремонтом бытовых холодильников. В основном это домашние холодильники. Ну, бывают и... Бывают не домашние холодильники. Бывают не домашние. Да, то есть обращаются, но специализируюсь по домашней морозильной технике. Подожди, подожди. Ты сейчас не отходи, подожди. Есть дикие и есть домашние холодильники. Я уже сейчас представил, что они вокруг тебя тут ходят дикие. И ты их отлавливаешь, отмываешь, одеваешь и потом их одомашниваешь и перепродаешь. Есть такое дело? Нет, есть бытовое, промышленное направление. То есть промхолод. Это холодильники, которые витрины, в магазинах стоят. На каких-то предприятиях. Там промышленные холодильные установки. То есть там направлений-то много. А я конкретно по бытовым холодильникам. Ну все, теперь мы разобрались. Теперь мы поняли, что диких холодильников не существует. Существуют нормальные домашние и промышленные холодильники. Мастер по ремонту бытовых холодильников. Слушай, какие есть нюансы? Вот прямо, знаешь, сходу три основные причины поломки холодильников. Можете так вот прямо на скидку сказать? Три, да. Да, это поломка компрессора, поломка терморегулятора и поломка пускового реле компрессора. А в результате чего это происходит? По-разному. В основном холодильники ломаются летом, когда начинается жара. И холодильникам тяжело набирать холод. Компрессор начинает работать усиленно. И люди по ошибке ставят, ну у них, например, там не выходит на свой нужный режим холодильник, там не набирает нужные 4 градуса. И они ставят, дай-ка я поставлю помощнее, там ручечку крутят терморегулятор. Думают, что это мощность работы холодильника, а на самом деле это просто порог температуры, по которому отключается компрессор. И компрессор работает, работает на износ, перегревается и ломается. То есть это вот та самая распространенная проблема. Слушай, я думал, как, знаешь, как Карлосон. Они ломаются, потому что недостаточное внимание. Ну, это тоже. Это тоже профилактика так называемая. То есть на обратной стороне холодильника есть, ну вот в старых особенно моделях, ну в большинстве моделей там черная решетка такая, обращал внимание, черная железная. Это называется конденсатор. На этом конденсаторе периодически скапливается пыль, и эта пыль снижает производительность холодильника. То есть он с одной стороны должен там, где эта решетка нагреваться, а с другой стороны внутри, там, где находится испаритель, он должен охлаждаться, соответственно. И когда решетка становится пыльной, то тепло не снимается, и компрессору приходится дольше работать. Из-за этого повышается его износ, и, соответственно, сокращается срок эксплуатации. Ну, такими заумными немножко, но я думаю, что все поймут. Да нет, в принципе, понятно. Единственное, ты знаешь, какая-нибудь прекрасная фурия, может быть, действительно не разберется, и она вызовет тебя. Как тебя вообще вызвать? Вызвать? В хорошем смысле этого слова. По телефону. Где-то, кстати, ребята, вот здесь вот сейчас, вот вы видите, да, вот побежала бегущая строка, скорее всего. У меня есть группа ВКонтакте, и я еще специализируюсь на том, что продаю бушные холодильники с гарантией, то есть я покупаю сломанные холодильники, чиню их и продаю с гарантией. Насколько это выгодная вот покупка, вот купить бушный холодильник? Ну, я не знаю, там, или есть все-таки смысл как бы поднапрячься и добавить денег, и купить новый? Все зависит от бюджета у человека, который есть. То есть если человек может себе позволить взять сразу холодильник за 30 тысяч или больше. Ну, сейчас такая ситуация неоднозначная. С одной стороны, многие производители уходят из России, и вот, например, на Бош цены поднимаются. Сейчас сказочно буквально там 50-60 тысяч рублей стоят модели, там довольно простые холодильники, Бош я имею в виду. И многие иностранные фирмы также. А Атланты, они, в принципе, относительно доступны. Там за 30 тысяч можно взять простенький Атлант. Новый? Новый, да, в магазине. Новый. Но с другой стороны, если у людей там нет денег, ну, им проще взять там за 7,5 холодильник какой-нибудь, попроще вот бушный. Слушай, ну это получается практически в три раза дешевле. Ну, это простой совсем холодильник. То есть за десятку можно взять холодильник, тот, который в магазине будет уже там стоить 30. Если взять вот холодильник, который, знаешь, вот без дверей, который встраиваемый, то получается вообще выгодно. То есть человек, ну, скажем так, гости, которые придут ко мне в квартиру или там в дом, они не смогут отличить, что этот холодильник, скажем так, бушный. Холодильник становится бушным после того, как ты его один раз открыл и закрыл, поставил в него что-то. То есть он уже не новый. Все, его принесли, коробку сняли, распаковали. Ну, снял целостность, скажем так, с упаковки. И после этого он уже стал, как сказать, ну... В общем, вы поняли, шутить не будем. Ну, а что, я бы пошутил. Ну, ладно. У меня вертится тоже, как бы, шутки, и мы любим шутки. Да, ребят, если что, вы пишите в комментариях, что, ребята, не шутите, вот, не шутите на подкастах, это не ваша тема. То есть мы лучше посмотрим стендап вот этот прекрасный момент. Так. Может быть, что-нибудь покажешь из того, что ты хотел бы показать людям? Что ломается? Что ломается? Да, что ломается. Есть у тебя что-нибудь? А, да, есть. Здесь заготовочки. Сейчас гаечный ключ достанет. Да. Так, где, куда покажешь? Это терморегулятор. То есть штучка, которая используется, крутилка в холодильниках. Аплант, стенол, то есть там, где есть регулятор температуры в виде крутилочки, вот примерно в таком исполнении находится устройство. Когда оно ломается, холодильник может просто не включаться, то есть лампочка может гореть, а компрессор не работает. То есть тут не всегда причина в том, что не работает компрессор, не всегда причина именно в компрессоре. То есть может быть вот в такой вещичке, может быть в пусковом реле, то есть они в разных исполнениях есть, вот пусковые реле в нескольких вариантах. Это не выглядит. Так это на компрессор устанавливается. И в холодильниках с системой No Frost есть еще таймер оттайки, система оттайки в холодильниках, которые сами размораживаются. Ты со всеми холодильниками можешь справиться, или ты такой приходишь, так, ребят, ну вот я вот пришел, посмотрел, извините, я с этим холодильником никак не справлюсь. За все время у меня был один такой случай, что я не понял, в чем причина. То есть в холодильнике есть какие-то... Я не знаю, может он заколдованный был. То есть вот я просто все посмотрел там, и какой-то скрытый был то ли блок, то ли что-то с проводкой было у него внутри. То есть, ну, однозначно была ситуация в проводке, то есть, а искать это... Ну, я искал там в течение четырех часов был на заказе, то есть, и в принципе не смог найти причину. То есть, ну, я с человека не стал брать деньги. То есть, если работа не выполнена, то есть у меня задача какая? То есть, чтобы человек остался доволен, и чтобы у него холодильник работал после моего отъезда. Ну, вот, соответственно, если я просто приехал и безрезультатно там потратил свое время и его время, не помог, ну, я считаю, что это не очень хорошо, в первую очередь, то есть для своей квалификации. То есть я как мастер должен оставлять клиента довольным. Вот. Но бывают сами холодильники такие, что система там, где находится фреон, эти трубки. То есть есть такое понятие, как засор капиллярной трубки в холодильнике, и там откладываются отложения, так называемые, не знаю, отложения, шлаки там какие-то, и эта трубка прочищается, а этот весь мусор, он в системе остается, компрессор начинает гонять фреон, то есть и снова эти микрокусочки засоряют систему. Уже это не... Ну, только если я буду ездить и по гарантии там каждые две-три недели прочищать, то есть, ну, это тоже и людям неинтересно тратить время на то, чтобы я этим занимался, и мне неинтересно. Поэтому, то есть, когда ситуации происходят, вот, ну, видно, что все, техника уже умирает. Это как старый автомобиль, который ты чинишь уже, и он через день у тебя ломается, то есть, ну, на автосервисе уже на него понятно, что не будут давать гарантию, и чинить его бесплатно постоянно. То есть одни и те же проблемы. Поэтому тут бывает, но очень-очень редко там буквально один процент. В основном все можно починить. А какие-то дополнительные услуги оказываешь, кроме ремонта холодильников и выездных мероприятий? Дополнительные услуги? Ну, я не знаю, там... Продают холодильники... Ну, аренда... Есть ли такая опция? Например, ну, я не знаю, ну, вот у меня сломался холодильник. Ну, я, скажем так, не готов покупать бэушный холодильник. Но мне холодильник нужен. У тебя есть возможность арендовать холодильник на какой-то период? Да, возможность есть. Если это будет интересно и выгодно. Ну, вопрос, на какой срок. И пока у меня таких ситуаций не было, но, в принципе, теоретически, возможно, все. То есть, есть холодильники, и если есть запрос на то, чтобы там 2-3 недели, месяц, например, там полгода человек им попользовался и потом вернул, то, да, это... Ты сейчас вот сказал, да, есть проблемы. Уходят некоторые компании, такие как компания Bosch, и человек, например, ну, не готов заменить на другой холодильник, он хочет именно этот же Bosch, вот, который у него есть, он хочет там, чтобы его отремонтировали. А в силу каких-то определенных причин доставка комплектующих там может действительно затянуться там месяц там, да, то, я так понимаю, с тобой можно будет договориться об аренде? Да, можно. Есть разные варианты. Бывает, что у человека вот несколько раз такие случаи были, что у человека холодильник ломается, я понимаю, что его ремонт вот у него дома, например, ну, займет несколько дней, там, технологический процесс, такой сложный ремонт, когда нужно снимать сзади этот конденсатор, резать запененную часть холодильника, там, искать, где утечка, паять этот алюминиевый провод, трубопровод заменять на медный, то есть потом это все запенивать, ждать, когда пена засохнет, и восстанавливать, то есть это длительный процесс, то есть, ну, как минимум, он занимает там 2-3 дня в мастерской, и делать это у человека дома, где, ну, вся кухня будет там в этой пене, то есть, я думаю, что не очень интересно, в таких случаях просто я ему на замену, пока его холодильник ремонтируется, давал свой, ну, из тех, что у меня есть на продажу, и его холодильник ремонтировался, и потом, соответственно, привозил ему готовый, и мой холодильник приезжал обратно ко мне в мастерскую. Субтитры сделал DimaTorzok